Приветствую вас. Если отвечать на ваш вопрос узко, то, по моему мнению, мужчина испытывает к вам нечто вроде такого, знаете, чувства собственничества. То есть он хочет, чтобы вы были его, ему очень тяжело видеть и тяжело осознавать, что вы не его. То есть у человека появилось желание сделать вас своей. Он хочет, чтобы вы были его. И, собственно, именно по этой причине, именно по этой причине, он и ревнует. То есть, как бы ревность, да, ревность, она, ну, она про это. Объективно, так скажем. Ревность, она про это. Ревность, она про то, что человек хочет, значит, чтобы вы принадлежали ему. Ну, это может быть хорошо, это может быть плохо, но, как бы, разницы никакой нет, на мой взгляд. В этом. Самое все это уже есть. Как бы, это уже есть. И, вряд ли, с этим можно что-то, что-то сделать. Вот. Говорить о чувствах, на мой взгляд, действительно неприемлемо. По крайней мере, о наличии у него любви к вам. Это, ну, это действительно так это. Правда? Ну, вот. Скорее всего, тут проблема именно, вот, в том, что человек хочет, чтобы вы были его. Ну, вот. На мой взгляд, очень важный момент заключается в том, какие у вас отношения с мужем. То есть, у вас с ним все ли хорошо? Нет ли у вас проблем именно с мужем? Вот. Потому что, если проблемы, например, с мужем имеются, что вы стали, в некоторой степени, участником этой ситуации, ну, вот этой вот, которая произошла, да? Вы стали участником этой ситуации. В том смысле, что, сознательно или нет, спровоцировали мужчину на то, чтобы, ну, вести себя, да, на то, чтобы вести себя каким-то образом по отношению к вам. То есть, я, опять же, да, вас не обвиняю, не хочу вас обвинять в чем-либо, да? Я не говорю, что вы виноваты, обязательно, вот. Но, ситуация вполне себе может быть, вот, такой. Ну, это нужно, это нужно, это нужно понимать, это нужно понимать. Вот, в принципе, так, то есть, как бы, к любви, вот именно к любви, да, это отношение, действительно, никакого не имеет. Потому что, человек, просто ревнует. То есть, если бы у него, к вам, например, были бы какие-то чувства, такие серьезные, скажем так, вот, то я думаю, что он не начинал бы взаимодействие с вами, с ревностью. Вот, я думаю, что он, значит, как-то старался бы вас сделать счастливой, вот, старался бы вам, ну, что-то дать, вот, старался бы как-то себя проявить по отношению к вам. Вот, и, соответственно, не ревновал бы, вот. А его ревность, это, к сожалению, свидетельство именно того, что человек в большей степени думает о себе. А я, а не о вас. Вот. И, вам нужно быть всеносторонним. То есть, если есть какие-то проблемы с мужем, у вас, если есть какие-то проблемы с мужем, то, мне кажется, имеет смысл, смысл поработать именно над ними. Вот. Что-то имеет смысл поработать именно над отношениями с вашим, с вашим мужем. И не торопиться, там, поступать в другие отношения. Если вы собираетесь или хотите это делать. Вот. А вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно, как минимум, как минимум. Вот. Хотя, вопрос, конечно, сам по себе небольшой. И, обидеть на него, возможно, так, как, ну, так, как хотелось-хотелось бы нельзя пока. Потому что слишком мало информации о вас. Если, если и когда информации будет больше, то уже можно будет тогда дать более развернутые рекомендации вам. А пока это просто очень сжатая картинка. Вот. Очень сжатое изложение. Материала для анализа, к сожалению, нет. Вот. А психологи работают только с материалом для анализа. Вот. На всякий случай я отвечу ещё раз на ваш вопрос. Значит, у мужчины есть чувства. Это ответ на второй вопрос. Вопрос заключается в другом, какие у него и какие у него чувства. Да, что это за чувства. Вот. Но чувства у него есть. Это очевидно. Совершенно. Вот. Но значит это только то, что он к вам неравнодушен. Вот. Вот. Это ни в коем случае не означает, что у него к вам любовь. Да. Вот. Это значит именно, что он к вам неравнодушен. То есть у него есть какие-то чувства к вам. Но это не чувства направленные скорее всего на вас. Это чувства направленные на него самого. Вот. Вот. Не забывайте об этом. Пожалуйста. Вот. И будьте осторожны. Вот. Ага. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные запросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Извините пожалуйста за небольшой такой, ну небольшой объём ответа. Да. Ну информации для анализа, ещё раз повторяю, очень мало было. Поэтому, как бы так. Вот. Желаю вам всего самого доброго и будьте в гармонии с собой. Я надеюсь, какой раз я могу подкحمиться, пока неbernать, наверное... О ти visãoг и buscando creo тебе и провода... ... diesel под Обделеннойaktи для нашей аль meisten такой... А другого. Я надеюсь, что я могу добавить. Да.